В FL Studio 10 есть много интересных плагинов обработки звука. Заходим в знакомый нам плагин Picker и выбираем нужный плагин. Думаю нет необходимости рассказывать про каждый плагин отдельно, я расскажу сразу про группы плагинов. Amp. Это плагины Distortion Effect'а, искусственный перегруз, который применяется для создания грязного и рокового звука баса или гитары, но вы можете применять его к любым инструментам, чтобы добавить новый окрас. Controller. Это несколько технических плагинов, которые понадобятся вам в редких случаях, поэтому сейчас я не буду о них рассказывать. Delay. Это плагины Echo. В каждом плагине есть свои алгоритмы обработки эхо. Dynamics. Это плагины управляющие динамикой звука, то есть компрессоры. Filter. Плагины, работающие с частотами звука. Это и эквалайзеры, и фильтры, и вокодеры. Misk. Это набор плагинов, не вошедших в другие группы, как например Fruity Scratcher для создания скретчей или Edison для редактирования звуковых файлов. Pitch. Набор плагинов для изменения высоты звука. Это новые плагины Fruity Loops Studio для работы с коррекцией вокала под названиями Newton и Pitcher. Visual. Плагины для визуального отображения вашей музыки. В микшере FL Studio обработка звука идет по такой схеме. Звук попадает в канал микшера из секвенсора через Channel Settings. Потом идет обработка на 8 эффект ячеек сверху вниз, то есть нижний плагин обрабатывает все плагины сверху. Потом звук попадает на регулятор громкости канала, после чего идет на мастер-канал, на котором тоже можно применить до 8 эффект плагина. Из мастер-канала звук идет в вашу аудиокарточку. Обработка на мастер-канале называется мастерингом. Это обработка всех каналов одновременно. В FL Studio 10 есть один хороший плагин, который можно увешать на этот мастер-канал – Maximus. Если его вид вас пугает, то предлагаю вам сразу же пройтись по пресетам и послушать, как они влияют на ваш трек. В первую очередь обращаю внимание на подменю мастеринг. Именно эти пресеты помогут вашему треку звучать лучше. Есть еще один плагин, который бы я охотно посоветовал новичкам – это Изотоп Озон или Айзотоп Озон. Когда поставите его и запустите, то вы увидите окно с пресетами, в которых тоже есть подменю со словом мастеринг. Пощелкайте пресеты и следите за изменением звука. Справа внизу есть кнопочка «Байпас», которая есть почти на всех плагинах. Нажав на нее, вы услышите звук без обработки плагином. Также регулируйте инпут, то есть входной сигнал, чтобы он не зашкаливал. Каждый пресет дает вам какое-то новое звучание, поэтому вы можете найти какой-то свой любимый пресет и использовать, немножечко корректируя некоторые его параметры. Более подробную информацию о мастеринге и плагине Изотоп Озон вы можете узнать из курса Никиты Сталкера «Мастеринг своими руками» на портале звук.ру. Вообще, качественный мастеринг делается только в специальных студиях для мастеринга и со специальным оборудованием. И это не один программный плагин, а куча аналоговых обработок, именуемых у музыкантов железом, выставленных в определенной последовательности. Поэтому домашний мастеринг считается непрофессиональным подходом в написании качественной музыки. Но при грамотном подходе добиться приемлемого звучания возможно и с ним. Обычно музыкант делает сведения и отправляет свои треки на студию без мастеринга, без обработки на мастер-канале. Использование мастеринг-плагинов хорошо для того, чтобы предварительно оценить, что же примерно может получиться после мастеринга на профессиональной студии. Ну а мне еще осталось рассказать вам только о нескольких вещах. Первым делом надо рассказать про автоматизацию. Автоматизация – это создание графика автоматического изменения параметров почти любой кнопки в вашем проекте. Вы можете изменять громкость канала на протяжении всего трека, вы можете изменять характер звука синтезатора, вы можете изменять эффект и многое другое. Главное, это убирает монотонность в звучании трека, что, кстати, вызывает больше интереса у слушателя. Например, если звук синтезатора будет одинаковым на протяжении всего трека, то это будет скучно слушаться. А если прописать автоматизацию изменения фильтра на этом синтезаторе, то мозг будет уже более интересной. Создать график автоматизации очень просто. Нужно кликнуть правой кнопкой мыши по нужному вам параметру и выбрать Create Automation Clip. В плейлисте появится клип, похожий на паттерн с редактируемой линией. Линия будет горизонтальной, потому что параметр на протяжении всего клипа по умолчанию не изменяется. Как раз мы и будем его изменять. Автоматизацию можно нарисовать мышкой или прописать с помощью MIDI-контроллера. Вряд ли у вас найдется под рукой MIDI-контроллер, поэтому расскажу про создание мышкой. Как вы уже должны были привыкнуть, все объекты создаются левой кнопкой мыши, а удаляются правой. Так же и тут. Между точками посередине появляются кружочки, которые можно двигать вверх и вниз, что поможет нам сделать более резкий перепад параметра. Если мы нажмем Play, то увидим, как ручка, которую мы автоматизировали, крутится сама. Также можно использовать автоматизацию на сент-канал, как я сделал это в ремиксе Нри Кевин в канале гитары. Только на небольшой отрезок времени гитара посылается на сент-канал, на котором происходит обработка только посланного кусочка времени. В моем случае я использовал дилей. Такой эффект довольно часто применяется в техно и хаос-музыке. А теперь давайте послушаем в общем миксе. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь вы наверняка захотите сохранить свое творение в формат MP3 и слушать его в плеере. Если это ваши первые азы в музыке, то не спешите показывать их профессионалам. Лучше наберитесь опыта и когда у вас начнет выходить неплохой результат, отберите из огромного количества треков только самые при самые удачные, на ваш взгляд. Как правило, ими оказываются самые последние треки. И такой материал можно будет показывать уже не только друзьям, но и выкладывать в интернет. Возвращаемся к нашему проекту, который я уже успел немного подредактировать. Для сохранения вашего трека в MP3 сначала вам нужно будет выбрать Song Mode, а потом выделить область для рендеров на плейлисте вашего проекта. Это делается двойным нажатием мыши. Созданные вами маркеры облегчат работу при выделении нужной области начала и конца трека. Потом нужно пойти по такому пути File, Export, MP3 File. Или нажать Ctrl-Shift-R. Сначала программа вам предложит указать место для сохранения и ввести имя файла. А потом выскочит такое окошко, в котором нужно будет выбрать некоторые функции для правильного рендера MP3. Первое это нужно будет выбрать в параметре Looping Mode строчку Leave Reminder. Потом выбрать нужный битрейт, не меньше 128 кбпс. И остальные параметры выбрать, как у меня на картинке. Жмем Start и рендерим свой новоиспеченный трек. Ну что же, это была последняя вещь, с которой я хотел вас познакомить в программе FL Studio 10. А в следующем, самом последнем уроке этого курса я хотел бы вам рассказать о самых распространенных ошибках начинающих музыкантов и дать несколько очень важных советов. Продолжение следует...